Поиски Оксаны Панферовой длятся почти два месяца. В день исчезновения 21 декабря 2014 года девушке исполнилось 16. Пользуясь социальной сетью, она пригласила своих знакомых отпраздновать день рождения, но никто так и не захотел прийти. Есть информация, что несмотря на юный возраст, Оксана кротким нравом не отличалась и могла устроить ссору на пустом месте. Оксана проживала в поселке Желтухинский Скопинского района. Он расположен рядом с трассой М6 Каспий или, как еще иногда называют, Москва-Астрахань. Последний, кто видел Оксану, ее приятели. Они вместе катались на автомобиле молодого человека. По словам кавалера, он довез девушку почти до дома и больше ее не видел. Знает только, что подруга собиралась в город Скопин на дискотеку, но в тот день, выяснили следователи, танцев не было. Оксана была одета в тот день в светло-коричневую куртку, черные лосины, кроссовки черные с розовыми шнурками, черная вязаная шапочка с бувенцами. По одной из версий, Оксана могла воспользоваться железнодорожным транспортом. К тому же, один из таксистов дал показания, что 30 декабря подвозил похожую девушку к Рязани Первой. С собой у пропавшей не было ни паспорта, ни телефона. Только 400 рублей. Следственные органы просят всех, кто 21-22-го проезжал по данной трассе и мог видеть девушку на дороге или подвозил ее, просим обратиться к дежурному по следственному управлению, либо сообщить любую информацию, которая могла бы нам помочь в розыске. В биографии Оксаны Панферовой уже были случаи, когда теплой постели она предпочитала берег пруда или грязный подъезд. Хочется верить, что и на этот раз девушка просто решила почувствовать себя самостоятельной.